Пожар Красный король-болотобоец против белого короля-смерть. Красные пешки-христиане против белых пешек, закованных в цель. Эту партию можно разыграть по-разному, но закончится она всегда одинаково. Шах и мат. Потому что такие красные таким белым проиграть не могут. Так шахматы из интеллектуального поединка превращаются в идеологическое пособие, а фарфор из предмета роскоши в оружие агитации. В марте 1918 года Петроград перестает быть столицей России. Большевики опасаются захвата города оккупантами, но не только этого. Голодный пролетариат в колыбели трех революций бунтует куда страшнее, чем в Москве. Того и глядив, пойдет штурмом не на Зимний, а на Смольный. Нормы по продуктовым карточкам снова снижены. Спекулянтов приказано расстреливать без суда и следствия. И в том же марте 1918 на берегу Невы возобновляет работу бывший императорский, а ныне государственный фарфоровый завод. Парадокс? Возможно, кто-то из числа победившего пролетариата, услышав эту новость, и возмутился. Черт возьми! Да фарфора ли! Да и потом! Для того ли мы заварили революцию, чтобы теперь вернуться к буржуазной привычке и захламлять шкафы и полки фарфоровыми безделушками? Ошибался, товарищ. Начиная с 1917 года, все развитие нашей страны, Советского Союза, почившего Бозе, оно так или иначе отражалось в фарфоре. Это покорение Севера, Папанинская экспедиция. Это первое строительство метро. Фарфор – это один из немногих материалов, который донес до нас аромат той эпохи. Ведь агитпоезда сейчас нет, плакаты, они как бы и лист лели. А вот фарфор, казалось бы, такой самый хрупкий, рафинированный материал, и он сохранил и донес до нас аромат той эпохи, эпохи первых лет Октябрьской революции. Выпуск нового советского фарфора поручили наладить художнику, графику, бывшему участнику мира искусств Сергею Чихонину. День, когда Чихонин миновал проходной завода, и можно считать днем рождения авангардного фарфора. Из-под тонких цветочных узоров выглядывают надписи «Дело науки служить людям, ум не терпит неволи». Если перевернуть предмет, то на обратной стороне обнаружится вензель императора Николая II или даже Александра III. Все дело в том, что первое время новых изделий не делали. Художники работали на дореволюционном запасе белья, так называют белый, еще не расписанный фарфор. Поначалу императорскую марку замазывали, но потом сообразили, что царский вензель, как знак качества, делает фарфор гораздо дороже. Лозунги для «Агит фарфора» утверждались на самом верху. Списки составлял Луначарский, а подписывал Ленин. Всего 28 изречений, но кого только нету среди авторов. Тут тебе и анархист Бакунин, и философ Конфуций, поэт о виде, разумеется, Карла Маркс, да, Федор Михайлович Достоевский, про которого, кстати, сам Ленин говорил, что это архиск верный писатель. Но самое удивительное, встречаются чуть измененные изречения из Библии. Вместо «Его же царствию не будет конца» получилось «Царству рабочих не будет конца». Да и призыв «Кто не работает, тот не ест» на самом деле перефразированные изречения апостола Павла. Впрочем, в те времена и тот, кто работал, ел немного. В эту пору создавался тот самый «Агит фарфор», который по... это уже статистика не моя, а антикварного рынка, он по своей рентабельности сейчас выше, чем императорский фарфор. Как можно создать стиль вот так буквально на пустом месте? Это какой-то взрыв, вспышка на солнце. Автор, честно боюсь соврать в фамилиях, но там, думаю, что любого той поры, если взять, создал 160 оригинальных произведений в фарфоре. Вот как это оценить? Во-первых, потому что кушать надо было, во-вторых, потому что здесь рабочее место, и в холодном, голодном городе с возможностью заработать, наверное, не так много было этих возможностей, и все ей пользовались. Воспользуются такой возможностью и почти все метры от живописи той поры. Абстрактные пятна Василия Кандинского на чайном сервизе. Красные заводские трубы на зеленой тарелке Натана Альтмана, полуэконописные, полулубочные крестьянки Кузьмы Петрова-Водкина, настоящая энциклопедия стилей на фарфоре. Некоторые предметы делались в одном экземпляре, становясь раритетом и мечтой коллекционеров всего мира. Я вообще над этим долго размышляла, почему этот авангард стал таким значимым во всем мире. Я думаю, что кроме того, что время было несколько лет, когда отпустили вожжи, когда советская власть пришла, делайте, проявляйте себя как хотите, это был один момент. А другой момент, то, что фарфор они воспринимали не как материал, который, так сказать, утилитарный, а вот они первые стали на фарфоре писать, рисовать лозунги, шрифты. Но это все исполнялось в такой вот какой-то свободной манере. Удивительно. Революцию взять сюжетом почти невозможно в течение ее, считал Андрей Белый. Фарфористы справились. Взяли революцию сюжетом, причем сюжеты агитфарфора порой весьма далеки от задач агитации. Например, ваза «Голод». На ней красноармеец охраняет лавку с хлебом, а рядом изможденные голодные люди. Для кого делали этот фарфор? Кто рискнет украсить такой вазой интерьер гостиной? А вот комиссар вознесся выше Александрийского столпа. Под мышкой канцелярская папка «Дело», а под ногами сквозь брусчатку дворцовой площади проросла трава. Что это, агитация или сатира? Вопрос о том, для кого выпускается агитфарфор, задавали и тогда. Комиссар по делам искусств Давид Штеренберг жаловался Ленину. Фарфор оседает у богачей-коллекционеров и не доходит до рабочих масс. В чем тогда его агитационная миссия? Подождите, батенька, пока разобьется наше хозяйство и повысится вкус пролетариата. Ох, и лукавил Ильич. Сам же в 1921 году подписал указ, агитфарфор выпускать только на экспорт. Поговаривают, что на выставке в Брюсселе толпа русских эмигрантов, бывших белых офицеров, били зонтиками и тростями витрины с фарфоровыми фигурками пролетария. Зато европейские коллекционеры были готовы отдать любые деньги за тарелки работы Чихонина, Адамовича и Щекотихиной-Потоцкой. Даже на таких крупных аукционах, как Собис и Кристис, когда проходят торги русского искусства, можно встретить вещи, которые не соответствуют действительности, то есть элементарные подделки. Совсем недавно, в апреле, вероятно, так была снята с торгов тарелка, приписываемая Щекотихиной, причем забавная такая, и с слоганом «Если не поворуешь, то и не попируешь», где сидел революционный матрос и в наглую обыгрывал в карты рабочего и крестьянина. Но эта тарелка попала в поле зрения старшего научного сотрудника Эрмитажа, которая долгие годы возглавляла коллекцию заводского музея Натальи Сергеевны Петровой. И, естественно, она была снята с аукциона, и потом, когда привезли эту тарелку и показали, это лишь подтвердило то, что это подделка. Ученица Рериха и Билибина Александра Щекотихина-Потоцкая вышла из семьи старообрядцев. Оттого и в лицах ее красноармейцев и матросов немного от героев русской сказки, немного от строгой иконы, от самой революции, только буйные, совсем не фарфоровые краски, еще чуть-чуть и расплещутся через края тарелки. Возможно, рафинированному материалу впервые пришлось выдержать натиск такого темперамента. Что касается Александра Васильевны, вообще на самом деле я из-за нее пошла на фарфор. Мне казалось, что фарфор – это такое какое-то консервативное, что-то очень, так сказать, но когда я вдруг увидела работы Александра Васильевны, вот ее, так сказать, видение, ее состояние этой росписи, то есть это на меня произвели очень сильное впечатление. Вот эта, по всей мести, театральная свобода, театральное эстетство какое-то, театральное, они позволили ей, не обращая внимания на сам предмет. То есть вот она, например, чашку, она берет чашку, она ее расписывает и внутри, и снаружи, то есть для нее нет границ по форме. Вот я сравниваю ее с крупными поэтами вот нашего времени, Серебряного века и 20-х годов, с Ахматовой, с Светаевой, потому что она очень крупный мастер, очень крупный. «Если душа родилась крылатой, что и хоромы, и что и хаты, что Чингисхан ей, и что орда, два на миру у меня врага, два близнеца неразрывно слитых, голод голодных и сытость сытых». А пока Щекотихина рисовала полусказочных матросов и красноармейцев, в далеком Египте страдал от неразделенной любви ее учитель Иван Билибин. Он писал своей возлюбленной, молодой художнице Людмиле Чириковой, отчаянные письма, но она не отвечала. И тогда он вспомнил про свою бывшую ученицу. Написал ей письмо с просьбой приехать. И вскоре в его доме в Каире появилась маленькая муфельная печь, в которой Александра Васильевна обжигала свои тарелки и отправляла их в Петроград. Потом был Париж, выставки, признание. Говорят, ей заказывал сервизы сам миллионер Ротшиль. А в Петрограде тем временем вчитываются в строки плана монументальной пропаганды. Причем здесь фарфор? Да при том, что монументальная пропаганда хороша не только на площадях и улицах, но и на полках сервантов, бюстики Ленина и Карла Маркса, тарелки с профилями декабристов. Вот что теперь выходит из печей для обжига. Здесь же фарфоровые типажи молодой страны. Вот работница агитирует за власть советов. Вот девушка, склонившись, вышивает красное знамя. Или студенты-рапфаковцы. Их теперь принимают в институты без экзаменов и даже без начального образования. Ведь они дети рабочих. А еще фарфоровые красноармейцы и партизаны. Революционный держите шаг, Неугомонный не дремлет враг. Товарищ, винтовку держи, не трусь. Польнем-ка пулей в святую Русь. Однажды на завод приехал Максим Горький отобрать фарфор для очередной зарубежной выставки. Долго разглядывал фигурки, а потом поинтересовался, кто автор. И когда услышал фамилию Данько, спросил, а не дочка ли это тифлийского революционера, Якова Афанасьевича. Выяснилось, что Горький в тифлисе скрывался у отца будущей художницы. А сама маленькая Наталья Данько сидела на коленях у первого пролетарского писателя. Впоследствии Наталья уверяла, что именно с ее отца Горький написал образ смелого Данка. Наталья Яковлевна Данько и Елена Яковлевна Данько – это две сестры, одна из которых скульптор, а вторая, как правило, расписывала все скульптуры своей сестры-старшей. Они эвакуировались из города уже очень поздно вместе с матерью. И мать и младшая сестра погибли по дороге в Орбит. А Наталья Яковлевна уже в Орбите умерла. И первая персональная выставка была после ее смерти в Орбите. Такая трагичная судьба, казалось бы, ну, как и многих, наверное, впрочем, в это время. А вот еще одна история в фарфоре, супрематическая. У этой чашки и у картины «Черный квадрат» один автор. Кто? Верно, Казимир Малевич. Вот уж действительно революция. Революция в фарфоре. Получашка с плоской ручкой без прорези. Ну, пить из нее, конечно, не очень удобно, зато как концептуально. Сразу понимаешь, насколько безнадежно буржуазны круглые чашки с золотой каемочкой. Сам Малевич по этому поводу писал, абстракция должна опрокинуть предмет, как утилитарный недомысел, ибо только тогда откроются и новые технические возможности. Впрочем, именно с техническими особенностями фарфора Малевич и не был знаком. Технологам пришлось немало повозиться, чтобы прямые стенки его геометрического чайника при обжиге не втягивало внутрь. Зато со временем этот чайник стал одним из символов русского авангарда. Чайник Малевича так и остался нерасписанным, белым. Его роспись – это уже история нашего, 21 века. Когда я стала придумывать рисунок, рисунок на этот чайник, у меня было какое-то совершенно сумасшедшее состояние. Меня трясло. Думаю, там, наверное, Малевич, а то мне какие-то знаки подает. Потому что меня колотило. Я, знаете, никак не могла справиться с тем, что я села из этого чайника, который до этого никогда не расписывался. А потом решили такую акцию сделать. Просто вот раздать всем чайники и художники. Мне кажется, все-таки с удовольствием, потому что форма, конечно, гениальная. Я не знаю, я думаю, что он был бы доволен. Потому что в росписи, может быть, не у всех супрематическая тема была. Но они как-то все вместе очень здорово выстроились. Вместе с Казимиром Малевичем на завод пришли его ученики Илья Чашник и Николай Суэтин. На сервизах и вазах появились яркие, броские супремы, круги, квадраты и прямоугольники. Вестники нового мира на бесконечно белом фарфоре. И когда два ученика расписывают по чашке Малевича, вот что это? Это какое-то удивительное слияние личностей и времени. Лет через десять, ну вот там уже ближе к тяжелым временам, наверное, это даже подумать было бы страшно. Лет десять до этого тоже невозможно. Супрематизм, аналитическое искусство, это как математика. То есть можно научиться считать и вот эти квадратики расставлять в определенном порядке. Стать художником в этом жанре достаточно легко. Я видел людей, которые научились рисовать по линейке и это изумительно делали. Но вот в этом сразу пропадает эмоциональная часть. И супрематизм, пропагандируя какую-то ясность и стройность, вот в вещах суетина, чашника, он все-таки эмоциональный, он все-таки искусство. Вот связать искусство и аналитику, они молодцы, они это смогли. И, наверное, они поставили жирную точку, потому что все следующие делают только повтору. Один из мэтров русского авангарда Михаил Матюшин весной 23-го года писал, Малевич имеет огромный успех. Его ученики провели в посуду супрематическую форму. Сбыт в Москве колоссальный. Это отбрасывает отвратительные намеки на неспособность левого искусства включиться в жизнь. Но супрематический фарфор на прилавках советских магазинов оставался недолго. Не то чтобы раскупили, запретили. Мрачные события 30-х годов вообще мало кого из художников-парфористов не коснулись лично. В 37-м году вернулась из эмиграции Щекотихина-Потоцкая. Ее муж Билибин затасковал по России. На заводе она пыталась создавать что-то для производства, но ее росписи с трудом поддавались копированию, и каждый худсовет становился испытанием. Потом вот наступил страшный, с моей точки зрения, понимаете, момент, когда ее искусство заклинили, понимаете, потому что она была националист, космополит, я уже не знаю, что ей пришивали, потому что у нее все персонажи, вся архитектура, все это как бы как по тем нормам считалось, что это все валилось на бок. И практически я лично считаю, что ей свернули голову. Но факт о том, что она умерла в 67-м году. И когда Городецкий написал телеграмму в декоративное искусство по поводу смерти Щекотихины, те страшно прислали удивительное сообщение, что как это? Мы думали, что она умерла давным-давно. А Наталья Данько в середине 30-х решает вылепить портрет Всеволода Мейрхольда и Зинаиды Райх. Впоследствии она вспоминала, как Всеволод Емельевич в белоснежной рубахе сам готовил ей яичницу, чтобы угостить перед сеансом позирования. Скульптуры даже поставили на поток, но тут Мейрхольда расстреляли, а гипсовые формы разбили. Зато по сей день тиражируется фигурка Анны Ахматовой. Но и с ней связана история, далекая от фарфора. Когда в первый раз арестовали Осипа Мандельштама, Анна Андреевна собралась ехать в Москву, но денег на билет не было, и поэтому ей пришлось продать свой скульптурный портрет, подаренный ей Данько. Сама Наталья Яковлевна в это время переходит к новым темам. Лепит попанинцев на льдине или обсуждение сталинской конституции. А на строгих формах овальных вас, придуманных супрематистом Суитиным, появляется крепкая колхозница с колоссиями, так не похожая на собственный крестьянский сервис Суитина бабы. Николай Михайлович и сам меняет роспись. Между ярких полос и линий вдруг проглядывает ряд крошечных, словно ползущие насекомые тракторов. На фарфоровом заводе он останется в должности главного художника, но сам последние 20 лет не создаст фарфоре практически ничего нового. А новая эпоха со временем тоже застынет на белом фарфоре. Ирина Данько вспоминала, как в 20-х годах на Невском витрине было выставлено вызывающее яркое блюдо. Мы превратим весь мир в цветущий сад. Люди проходили мимо, разглядывали его. Возможно, думали, что так оно и будет. Данько назвала это блюдо «Весть из прекрасного будущего». Превратить мир в цветущий сад не удалось. Да и будущее оказалось не таким прекрасным, как гласили лозунги на нарядных блюдах и тарелках. Но ранний советский фарфор по-прежнему остается не только мечтой любого коллекционера, не только одним из самых дорогих лотов на любом современном аукционе, но школой, точкой отчета для любого художника-фарфориста. Ибо ничего подобного ни до, ни после этого в фарфоре не случалось. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok